Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, что она не... Вот, ты как говоришь. Террия. Я как-нибудь это проповедую. Да, да, можно так. А вас зовут как? Мария. 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 Слава Богу. А, отец, пожалуйста, вот сюда. Да, да, добре, добре. Добре, добре. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу... Вот, почти перед каждым служением я кажу, даже если кто-то проповедует, я прошу слово, чтобы сказать то, над чем Бог нам открыл, на чём мы стоим, и на чём мы утверждаем. что человеку сказать, что ты грешна, и человек принимает сразу. А сказать, что ты праведна, праведна. Праведность Иисуса Христа. Людина начинает суммениваться, начинает, как сказать, начинает себя судить. А кто мы такие, чтобы судить кого-то? Чтобы судить себя. Я хотел, на котором мы сейчас стоим, на этом послании, второе послание до Коринфя, написано. Второе послание до Коринфя на главах 5, 19 стих. Потому что Бог, в Христе Иисусе, Бог примирит из Своей мир. Это все люди. А дальше, а дальше, вибухает всякое осуджение, всякое осуджение, не ставлячи в провину людям, злочинам, и дав нам Своего примирения. Еще раз считаю, в Христе Иисусе, Бог примирит из Своей мир, не только христиан. Всех людей, Бог просит, примириться, не ставлячи в провину людям, злочинам. За все злочини заплачено, за всех людей. Поэтому написано, что придет, придет Дух Святый, и Он обречит про грех, про правду, про суд. Про грех, что они верят в меня. Единый грех, который предъявился, это то, что она не поверила в спасительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Не грех, что она заблудила, что она плывала в рюмку, что она за все это заплачено. Единый грех, это то, что она не поверила, спасительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Дальше мы стоим в этом послании и утверждаемся, и все больше и больше утверждаемся. Послание до Римля. Моя любимая пятая глава. 17 стих. «Бо коли злочином одного смерть панувала через одного, это когда злочином одного Адама, смерть панувала через одного, то тем больше те, кто принимает боль безмирной благодать и дар правильности, панували в жизни через единого Иисуса Христа. Чтобы панували в этом жизни, надо принять безмирную благодать от Господа нашего Иисуса Христа. И дар правильности. Правильность как дар. Не то, что вы сделали, а то, что сделал Иисус. Коли, и я вас еще раз прошу, не коверяйтесь в себе. Бог простил ваши грехи. Бог забыл. Бог помил вас своей кровью. Не посмотрите на себя, а посмотрите на Иисуса Христа. Посмотрите на Иисуса Христа. И принимайте его безмирную благодать, потому что закон данный через Моисея, благодать истина, через Иисуса Христа я выросил. И дар правильности. Правильность как дар. Дар – это подарок. Это не то, что вы сделали, а просто подарок. Просто еще раз. Давайте встанем. И вот просто скажем, что Отец Небесный, в моем Иисусе Христа я принимаю безмирную благодать от Господа моего Иисуса Христа и принимаю правильность как дар. Дар – правильность как подарок. И я сейчас так с этой хвилини правильный. С этой хвилини правильный правильность Господа Иисуса Христа. И на меня так смотрятся Отец Небесный, на меня так ангелы Божии, на меня так смотрятся и бесы, и боятся, и трепещу. И чтобы вы утверждали, что вы правильные. Вы правильные. Вы правильные. Аллилуйя. Слава Богу. И благодарим Боже за этот подарок. За этот подарок. Слава Иисусу Христу. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.